86 лет работы для слушателей. Сегодня Новосибирская филармония празднует день рождения. Концертная организация по традиции не только сама принимает поздравления, но и делает подарки лучшим музыкантам. В зале имени Каца уже вручили несколько наград «Золотой ключ». Кто получил филармоническую музыкальную премию, расскажет Алексей Кудинов. Он на прямой связи со студией. Добрый вечер, Александр. Действительно, 86 лет отмечает сегодня Новосибирская филармония. Дата не круглая, но за этой датой стоит огромная история. И поэтому, как всегда, как принято филармония, сегодня празднуют вместе со зрителями большой концерт, в котором принимает участие и филармонический камерный оркестр, и русский академический оркестр. Не в полном составе, но ансамбль солистов, и ансамбль Павла Шаромова, и биг-бенд, и солисты филармонии. В общем, практически все лучшие силы на сцене. 1 января 1937 года был подписан приказ о создании Новосибирской филармонии. Мы спросили Владимира Михайловича Калужского, художественного руководителя, насколько это большой возраст вообще для концертных организаций страны, 86 лет. Дело в том, что в 32-30-х годах пошла такая, как говорится, практика создавать концертные организации. И поэтому практически вот эти 85-86-87 лет, это и в Свердловске, в Екатеринбурге, и в городах Волги, по Волжи, и здесь, они примерно все ровесники. Мы были, тем более, что тогда Новосибирск был столицей западно-сибирского края, это как бы ему полагалось по статусу. Поэтому в основном мы все почти одногодки. В день рождения филармонии с конца 90-х годов вручают премии «Золотой ключ». Это, в общем, такая давняя традиция, она иногда прерывалась, и вот 25-й раз в следующем году вручат, а в этом, получается, 24-й. Это такая награда лучшим музыкантам, лучшим коллективам, и представители композиторской профессии ее удостаивались. Не только коллективы филармонии получают «Золотой ключ» за заслуги, ну и, например, в этом году оркестр имени Янковского Новосибирской специальной музыкальной школы, вот тот коллектив, который воспитывает кадры для симфонического оркестра филармонии, и другие артисты. Вот мы успели поговорить, насколько важно для музыкантов, насколько важны, можно считать эту награду. Ну, конечно, это очень почетно, это важно, это ощущение гордости не только, наверное, за самого себя, за коллектив, где ты работаешь, что тебя заметили, что тебя в какой-то мере выделили, оценили твои заслуги, и, ну, конечно, это почетно. Еще две награды сегодня вручают коллективам, уже вручили, Иван Карабань, замечательный артист, трубач Новосибирского академического симфонического оркестра, получил «Золотой ключ», и филармонический камерный оркестр, один из главных коллективов филармонии, который только что отметил 30-летие. Ну, вот я с удивлением узнал, что вот такой музыкальной награды филармонической не было у этого коллектива, теперь есть. Добавлю, что публика телеканала ОТС, наши зрители увидят трансляцию праздничного концерта нашего филармонического в эфире 11 марта. Александр. Спасибо. Алексей Кудинов о юбилее Новосибирской филармонии.